У нас 24 апреля 2018 года. Это вот мы приходили тут на площадь Баварина 2. Здесь вот магазин есть. Вот где мы ремонтировали вот эту видеокамеру, на которой я сейчас снимаю. Вот она, здание это высокое. Вот Игнатьич подошел. Там вот дальше мост, река Обь разливается. Сегодня 24 апреля, мы пришли забрать аппаратуру. Отдавали вот этот ролик. Видя аппарат, что-то он плохо работал. Вот как называется, посмотри туда. Вот на этом фоне. Сколькие этажные дома. Это Барнаул. Это не захолустье какое-то. И здесь вот какие-то стройки. Весь город в таких стройках. Так это не все. Вот она, красота барнаульская. Видите, какой мост. Вот отсюда начни, там покажи, вон направо храм, через ветки. А теперь, посмотри, там, где выставка народного хозяйства была, старое кладбище. Там теперь построили храм. Вот, там написано, Барнаул даже внизу где-то. И теперь какой, глянь, какой мост. На трех быках стоит везде. Это Обь. Обь течет. Вот, мы сейчас пойдем туда наверх. И оттуда даже можем поснимать. Мы аппаратуру эту здесь получили, но так быстро. Володя сегодня... Машина, машина. Володя уезжает сегодня. И потом мы стараемся сделать. Какие-то рекламы. Настолько быстро сделали. Но аппаратуру мы еще не испробовали. Ну, говорит, хорошо сделали там. Вот показать. Там, видишь, бизнес какой. Там прочее такое. Вот эти этажи. И люди нас тут встретили. Внутри снимать. Они внутри, как бы, как сказать... Ну, не разрешили, что ли. Я сейчас покажу даже. Зашли в приемную. В приемном дали бумажку. Вот она, Галатрекс. Там богато-богато все сделано. Ну, очень богато сделано. Я мало где бываю в городе-то. Посмотрите, какие ели растут. Как красота все это. На самом берегу Оби они сделали это себе. Вот так. Внутри снимать не разрешили. Надо директора, говорю, спросить. Вон Коршун летит. Это он там живет. Вон на зданиях. Я знаю, где у него гнездо даже. Там в Краевом суде, где меня судили раньше за слово Божие. Ну, а здесь вот сейчас маленько подойди сюда. Там сейчас идет планировка. Из-за этого у нас директора не пустили. Это Знаменский или что? Там, да. Монастырь. Барнаул. Барнаул, я не знаю, чуть ли не в десятку. На душу населения машин сколько здесь. Очень много. И кажется, первое место занимают по количеству промышленных предприятий, которые стали продавать, покупать. Вот это вот. Ну, то есть, это в интернете уже узнали, посмотрели. Вон, вон, кран тащит. Посмотри. Вон где. У каждого дома почти 4 почти крана. Мы сейчас тут рядом живем. С Ползунова пришли сюда и вот что увидели. А вот, погляди. Вот здесь лишь трезвость. Выбор сильный. А вот такая как площадь. Ну, тут туда нам туда не надо залазить. Там вокруг сейчас обойдем. И там эти, эти машины идут куда? С Новосибирска. Вон они как идут. Удивительно все. Вот это да. А вон там, что за птица он летит? Где? Вон вверху. Это коршун. Коршун, да. Это коршун торопится. Он ничего не ищет, потому что через зоб и туда. Видишь, он набирает, как бы скорость поддерживает. А так он обычно распластает крылья-то и смотрит, где что лежит падаль. Теперь вот посмотри, какие идут. Мост даже не дрожит. Очень сильный мост. Какой он ровный, богатый. Эта площадь где-то тут, в другом месте, Баварина. Бывший мэр города погиб в автокатастрофе. Мы были близко знакомы. Я 11 лет вел дело свое, просил, или как сказать, в суде был. 11 лет. Когда я освободился, очень много изъяли из аппаратуры, из всего. Общий иск был 11 миллиардов недоминированных рублей. И суд был выигран. Но заплатили одну двухсотую. И то рассчитываются нещем. И мне дали в центре города. Там сейчас два домика, 226 квадратных метров и 13 сотых земли. Там мы молимся. А там мы недалеко совсем здесь находимся. Ну, если тут дальше мы пойдем, а потом дойдем и... Я к этому приставлю. Пошли. Все, да? А вот смотри, под мостом-то там что-то висит. Да. А что-то так, как это может так быть? Не знаю. Не могла же машина там провалиться и застрять. Нет, там конструкция какая-то висит. Конструкция. Ну, вот посмотри, сколько быков. Вот одна, два, три, четыре, пять, шесть и там семь пролетов. Ну, вот сколько ногами можно измерить. Умножить на семь. Это вот течет она вниз, влево туда, в сторону, туда, в океан. Оп, это не маленькая река. Большая. Я могу рассказать одну историю маленькую. Вот мне сапоги, посмотри, какие я прошел тут. Они мне давнишние. Я вел занятия в высшее авиационное училище Барнаульское. Ну, и там близко знакомый был у меня майор Мазур Николай Павлович. Вот. Ну, и они были очень тронутые. Я вел занятия регулярно. 475 курсантов. Ну, и они меня к себе пригласили. Пойдемте. Я думаю, что же это? Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ну, зашли офицеры все, полковники. Там, я не знаю, что-то офицеров много было. Это преподаватели, летное училище все-таки, видно, заслуженное там. Я думаю, и они говорят, вот, один другого спрашивает, ну, ты, какое чувство? Он говорит, я кончил академию, а сейчас, говорит, вот, побыл. Я, говорит, все забыл, говорит, как будто я ничего никогда не знал. То есть их очень трогала вот эта встреча. И тогда они, ну, вот это возьмете, я говорю, да нет, это мне нет. Ну, хоть что-то возьмете. Один, а сапоги? Я говорю, а какой размер? 43-й, так это мой размер. Он за диван полез, достал вот эти сапоги. У меня они памятные, подарок. Вот. Один раз я там вел занятия. Пришел опять там регулярно, я не знаю, то ли в неделю один раз было, или в месяц. Тут вода, смотри, чтобы не упасть. Вот. И, ну, я пришел, когда их кто руководит, там сейчас не знаю кто, и говорит, тут московские артисты были. Ну, и больше часа представление было, и они уже, солдаты, скоро обедать, сегодня, наверное, занятий не будет. Я говорю, я такую даль шел, и... Нет, ну, они устали, курсанты. Молодежь, а у вас трудная такая тема. Я говорю, ну, только разрешите. Ну, курсанты. Зал большой, 475, говорит. Может, я что-то тут, цифра не та будет. Ну, так я все время помню это. А вот это вот, почему она вышиблена? Вот это вот, видно, что удар был, да? Посмотри. Вот этот вот, вот. То ли при разгрузке, то ли здесь, где и там еще раз. Ну, и между делом. Беседуем с ними. Он говорит, у меня такое впечатление, что я, говорит, нигде не учился, ничего не знаю. Это военные. У них столько вопросов было. Ну, а потом вмешалась патриархия здесь. И пришел в указ, они стали силовые структуры. Там вот как Смирнов, в Москве Дмитрий Смирнов, другой. И здесь так же. И тут они назначили отца Николая Бурдина. Бурдин. Он тоже? Вот сколько. Сколько кранов-то вы говорили? Да, 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 да. Вон оно сколько там. Пекущие перепутаны. И вот рядом строится. Видите, это на берегу оби. Прямо на берегу. Занятия теперь вот эти с патриархией. Я говорю, ну пожалуйста, но только они у вас занятия не будут вести. Почему? Я говорю, да как им деньги нужно? Они же без денег ни к шагу не шагу. Да вы что? А я у них там веду занятия, может быть, 10. Вот это. Время я веду занятия в 5 университетах города Барнаула. Десятка школ, 3 радиопрокраммы. То есть, это слуху было, 3. Одна онлайн была в воскресенье. Каждый день прямая, почасовая. Часовая программа. Ну, а попы там злобились старше-то как. Писали всяких плявозов. Ну, как обычно они. По-другому-то они. Где-то кто-то со мной в школу. А те говорят, он ушел в Альту. Они туда, меня там нету. Статьи пытались. Тогда Союз писателей там в Москве за меня воссали. Союз или кто-то, там много писателей было. Статью, которая тоже такой играть и лапки. Ну вот. А так главное, что еще можно говорить. Пусть там, то есть, облагощение Алтайского округа и облагощение. Войтович, отец Николай Павлович. Николай Павлович. Ну, он большую власть имел, чем сегодня митрополиты имеют. И он там позвонил, что, как сказали, и меня отказали. Отношение хорошее было до генерала. Генерал-полковником Пинковым я знаком. Он палатки большие танковые подарил. Это Господь так сделал. Ну, тут они меня, как говорят, вышибли. Проходит, я не знаю, сколько, ну, немного времени. Они говорят, у нас тут состоялся разговор, что если вы назначены у нас вести, значит, приходите. Кто будет вести занятия? Интересно. И курировал это дело тоже Николай Павлович. Вот только Мазур, майор. Ну, и они сразу первый вопрос задали, патриархивный. Я говорю, а сколько платить будете? Они говорят, за что? Ну, мы уже вахнуступать будем. Ну, а как, как мы должны жить? Так, а у нас Лапкин там сколько лет, 10 ведет занятия? Ну, мы не Лапкины. Он может, а мы не можем. Он мне звонит, приходите, ведите занятия. То есть, они не пойдут. Во все время меня гнобили, я в университете веду занятия. Они в это время присылают его бумагу. Грещуров был там, Сергей Михайлович, ну, секретарь, или как его назвать там, по общественным делам. Принес бумагу, чтобы меня из Технического университета вышибли. А там 21 тысяча студентов из 18 сестра. А ректор был там, Евсегнеев Владимир Васильевич. Мы близко-близко знакомы. И про ректора по учебной части. Мне говорили, что профессорского состава, который самый умный. Там Хомутов был еще. Но это Борис Васильевич. Семкин, фамилия Семкин. Он у нас даже приезжал, у нас был в церкви. Очень-очень хороший человек, даже не выскажешь как. Вот прекрасную характеристику дали вести занятия. И больше они ни разу туда не пришли. Но тут пришел указ от Ельцина закрыть это училище. Образовать милицию. Ну и как они прощались. А на прощание было не проходили. И один офицер говорит, власти есть, ума не надо. Почему? Летчики не нужны. Одна милиция, милиция. Вся страна. Одни воруют, другие за ними бегают. И там сейчас институт. Ну это все забывается как бы. Вот тогда было летное училище. И такая ограда у них высокая. Где-то кто-то ковал ее. И хотели ее в Москве утащить эту ограду. Они не дали тут встали. Это вот история, которая именно в Барнауле была здесь. Три минуты осталось. Вот так. Ну ладно. Пойдем-ка, пойдем-ка. Три минуты снимем на мосту. Субтитры сделал DimaTorzok